привет мои творческие друзья сегодня порисуем с детками нам нужен кусочек альбомного листа у меня ватман краски кулаш кисточки акриловые синтетика открываем красочки разбавляем чтоб деткам было работать комфортно должны быть как сметанка нам нужна салфетка и на всякий случай палитра рисуем круг будем рисовать карамельку три кота коржика карамельку и компот нарисовали красный круг наберем прямо из банки желтую краску и добавляем в наш красный кружочек кисточку моем вытираем берем белую краску и прямо белую краску наносим на наш круг посмотрите получается оранжевый кружочек прямо с нашего круга вверх вытягиваем ушки ушки у карамельки такие острые и длинные готова вытираем платьишко у карамельки этот треугольничек рисуем треугольничек аккуратно аккуратно разукрашиваем за края не выходим если туго идет чуть-чуть самый кончик кисточки макаем водичку на голове у карамельки бантик рисуем маленький маленький квадратик и от квадратика два треугольничка тоже за окрашиваем вот такой вот бантик получается готово моем вытираем кисточку берем кисточку потоньше набираем белую краску прям из банки и рисуем два круга это будут глазки аккуратно аккуратно за пределы глазок не выходите сильно не размазываем чтоб оранжевый цвет не подмешался моем вытираем кисточку берем коричневую краску и вот здесь у нашей карамельки три волосинки рисуем в ушках можно нарисовать вот такие коричневые полосочки готово ручки у карабельки это тоненькие веточки раз-два как у снеговичка и вторая ручка вот так вот будет направлена вниз раз-два вот и получилась кошачья лапка ножки просто палочки вниз и маленькая маленькая палочка в сторону вот такие ножки у карамельки готово и так как карамелька кошечка у нас вот здесь такие вот полосочки на мордочке нарисовали полосочки и концу полосы можно их чуть чуть расширить что получились такие треугольнички белая краска подсохла набираем черную красочку и рисуем зрачки наша карамелька будет смотреть вправо значит и на правом левом глазу зрачки у нас расположена с правой стороны моем вытираем кисточку коричневой краской рисуем карамельки реснички ох как детки любят рисовать реснички рисуем маленький кружочек носик и вот такую дугу улыбающийся карамельки на ротик мы вытираем кисточку намечу скакалку наши карамельки все тонкие линии можно сделать в конце черным или коричневым маркером то есть не прорисовывать кисточкой все таки деткам тонкие линии рисовать тяжело моем вытираем кисточку хвостик забыли рисуем вот такой вот хвостик опять же добавляем желтый цвет и чуть-чуть беленького вот и готова и на хвостике у нас тоже коричневые полосочки рисуем полосочки можно внутри ушек подкрасить желтеньким и добавить чуточку белого еще немножко чтобы пушки у нас отличались от всего тела карамельки и чтобы у нас карамелька не висела в воздухе они у нас обычно на полянке рисуем вот такой вот бугорочек скакалку можно закрасить и нарисовать по верху покрасили покрасили зеленым и травка у нас неоднородная не одинаковая поэтому можно прямо сюда добавить желтенький цвет смотрите уже получился объем у нас на полянке вот такая вот красота красота же красота а справиться любой малыш можно все это сделать маркерами у нас герои коржик карамелька и компот обведены все коричневым цветом можно это тонкой стороной маркера по дискам обвести детки очень любят обводить когда даже обводить не нужно они всегда мне говорят а дайте пожалуйста маркер мы хотим обвести готова отправляем сушиться мы еще не закончили теперь нарисуем коржика у коржика чуть-чуть побольше голова чем у карамельки опять же рисуем круг добавляем желтый цвет и добавляем опять же белый цвет опять из круга вытягиваем длинные ушки одно ушка второе у котят длинные острые ушки все подровняли поправили готова в середку ушка добавляем маленький светлый треугольничек вот что у нас получилось моем вытираем кисточку берем белую краску и рисуем матросскую футболку нарисовали белый прямоугольник по бокам рукавчики маленькие беленькие прямоугольники сейчас мы будем смешивать краску на палитре берем белую краску добавляем синий цвет вот такой синий мне не подходит нужен вот такой более светлый если у вас есть голубая краска можете просто сразу взять голубую вот такой цвет у меня получился устраивает абсолютно устраивает рисуем два маленьких прямоугольничка это будут брючки сверху соединяем брючины между собой берем более тонкую кисточку тоненькую единичку или двоечку сделаю краску понасыщенней и начинаю обводить футболочку если туго идет можно чуть-чуть добавить водички чуточку обводим большой прямоугольник два маленьких прямоугольника рукавчика и рисуем полосочки от края до края смотрите чтоб полосочки были на одинаковом расстоянии друг от друга краска жидковатой у нас готовы и на рукавчиках тоже и второй рукавчик и у нас у коржика большая матросская шапка на голове рисуем прямоугольник берем белую краску на шапке рисуем вот такое вот облачко неровный неровный овал подмешивается голубая краска это очень даже хорошо ничего страшного оставляем высохнуть мы вытираем кисточку и рисуем глазки один круг сильно не возю каем не размазывая чтобы не подмешался наш фон оранжевый один глазик сухой краской без воды и второй глазик глазки не обязательно одинаковый второй глазик можно сделать чуть-чуть побольше получится как будто коржик нам повернулся правой стороной левый глазик у нас чуть-чуть подальше как будто он смотрит влево берем коричневую краску рисуем опять ручки веточки и рисуем ножки готово в ушках обведем треугольнички вообще если ребенок умеет рисовать тонкие линии нужно обвести обязательно всего котика голову ушки матросская футболочка у нас называется тельняшка так вот тельняшку мы уже обвели голубым цветом коричневым обводить не нужно полосочки на мордашке я рисую с одной стороны потому что у нас коржик повернут к нам правой стороной а лево у нас почти не видно все это можно будет сделать маркером и рисуем хвостик вот такой вот вытянутую капельку опять добавляем желтый цвет и чуть-чуть белого получился оранжевый голубой краской обводим наше облачко на матросской шапке рисуем зрачки зрачки у нас опять правее в глазках расположены постарайтесь чтобы были одинаковые вот здесь у нас нарисован якорь маленький кружочек палочка вниз вот такая вот улыбочка и две стрелочки на концах это тоже можно сделать после высыхания маркера носик у коржика чуть-чуть побольше чем у карамельки рисуем вот такой овал ровненький и опять дугу улыбающийся ротик и и вот здесь помпон и обязательно две ленточки 1 и 2 матросская шапка веревка в руке тяну я кораблик по быстрой реке и скачут лягушки за мной по пятам и просят меня прокати капитан здесь мы сделаем вертушку ручки дадим нашему коржику нарисовали палку можно палочку нарисовать маркером или под линейку и рисуем лопасти нашей вертушки вот такие вот лепесточки смотрите тоже чтобы были более-менее ровный нарисовали молодцы осталось совсем чуть-чуть посередке ставим гвоздик ждем как высохнет берем желтую краску и рисуем вот такие вот на концах лопастей полосочки и на последний опять же обводим маркером только подождите когда высохнет и рисуем полянку чуть-чуть можно кисточку намочить и взять кисточку побольше зеленый цвет и добавляем желтенький чтобы наши полянки появился объем готова выбираем сушиться берем еще один кусочек бумаги опять рисуем круг красный но еще больше компот у нас совсем толстенький котик добавляем желтую краску опять добавляем белую красочку готова вытягиваем ушки берем белую краску рисуем треугольнички чтоб они смешались с нашим фоном готова кисточку моем вытираем берем зеленую краску и рисуем широкий широкий прямоугольник вот у нас пальто нарисовали границы нашего прямоугольника и смотрите такого цвета у нас пальто у компота нет не такого поэтому макаем кисточку в синий цвет и добавляем прямо на наш прямоугольник синий цвет такого цвета пальто нет не такого берем белый и добавляем наш прямоугольник получился бирюзовый цвет такого цвета пальто у нашего компота отлично чуть-чуть разных оттенков и это очень даже хорошо вытягиваем здесь маленький прямоугольник это будет рукав один и с другой стороны рисуем еще маленький прямоугольник это будет второй рукав пальто готова штанишки ярко-зеленого цвета берем зеленый и добавляем желтый получается ярко-зеленый цвет и рисуем здесь две маленьких полосочки штанишки старайтесь ровно не получать с такой кисточкой возьмите кисточку еще тоньше думаю вас все получилось продолжаем опять смешиваем зеленую синюю и белую краску получаем такой же цвет как у нас пальто вы понимаете теперь что можно смешать на картине а можно все то же самое смешать на палитре и рисуем шапку у компота очень странная шапка колпак рисуем прямоугольник и от прямоугольничка вытягиваем вот такой вот дугу похоже на знак вопроса соединяем получился колпачок все линии старайтесь сделать ровными и до конце колпачка у нас помпон рисуем помпон маленький маленький кружочек туго идет кисточку смачиваем но смачиваем самый-самый кончик кисточки молодцы помпон нарисовали мы вытираем кисточку подождали пока все высохнет и рисуем глазки глазки у нашего компота совсем маленькие маленькие белые кружочки нарисовали два ровных кружочка берем черную краску и рисуем нос нос у компота самый большой среди всех котиков и овальный нарисовали овал аккуратненько закрасили внутри готово и опять же ротик вот щеки до щеки вот такая дуга если туго идет добавляйте водички дорогие родители сделайте краски комфортные для работы деткам купили красочки добавили горячей кипяченой воды по чайной ложечке в каждую красочку и размешали такими красками будет очень удобно рисовать берем черную краску все это можно сделать маркерами и аккуратненько обводим колпачок рисуем полосочки на колпачке имитирует резинку вязаную рисуем глазки смотрите глазки у нас у компота ближе к переносице такой удивленный он рисуем веточки ручки палочки ножки какой смешной компот у нас получился коричневые полосы все рисуем коричневой краской кроме носа рта и зрачков веточки ручки веточки ножки и полосочки если вы можете обвести тонкой кисточкой то обводим всего компота коричневой краской если нет то ждем пока высохнет и обводим опять же маркера рисуем хвостик как и всем котятам сначала красной краской потом добавляем желтую и белую все это можно смешать на палитре не забудьте нарисовать полосочки все у нас высохло берем черный маркер обводим глазки если были какие-то неровности все выровняется и рисуем усы у нас же все таки это кошечка коржику тоже рисуем усики обводим вертушку готова обведем хвостик и станишки темняшку не обводим и компоту тоже самое обводим выравниваем глазки маркером все можно подровнять вот так рисуем рукавчик обводим хвостик исправляем все наши неровности готова рисуем усики и на пальто у нас вот здесь такой воротничок нарисовали два треугольника две пуговички похоже очень похоже коржик карамелька и компот пока пока дорогие мои до новых встреч